Сегодня в Беларуси означается «День ведау». В этом научном году на Гомельщине в 528 установах средней эдукации будут учиться около 160 тысяч школьников. Наши корреспонденты побывали на открытии 74-й средней школы в областном центре. Эта установа возводилась при непосредной поддержке Александра Лукашенко. Во время разговора с президентом с ответной просьбой до него вернулись местные жихары. До конца 2019-го гэты установали чылыся долгобудом. У совязи с засутностью финансовании ее будовництво было заморожено на протягу шасти годов. На той час поспели узвести подморок и стены. После того, как специалисты зарабели экспертизу и пропоновали свое расшение, на пляцовку вышли будовники. Об напруженности работ можно мерковать по таким факте. По нормативах школу необходимо было сдать в эксплуатацию в мае 2021-го. Але усе работы завершили на початку гэтага навучального года. В пиковые моменты на строительной площадке работало порядка 500 человек. Работа производилась иной раз круглосуточно. Все понимали степень важности данного объекта и относились к ней максимально серьезно. Особенно учитывая нюансы того, что это был долгострой, который длительное время был заморожен. Учитывая сжатые сроки объекта, строительство было очень интересным с технической точки зрения. Протяглый час гэтую установу называли школой у 21-м микрорайоне Гумеля. Теперь она отрымала уластный номер – 74. По проекте она различена на 765 местов, але заяв оказалось около тысячи. Не отмовили никому. Тем больше, что площадь позволяют, а проблем с наявностью наставников нема. На сегодняшний день 74-я школа укомплектована на 100% педагогическими кадрами. В область прибыло 874 молодых специалиста. И мы не ощущаем дефицита ни по какой специализации педагогической. Подчас урочистой линейки, на которой присутничают больше как 2000 человек, от Гуменского облого конкама школе уручается сертификат на 100 тысяч рублей на развитие спортивной инфраструктуры. Здоровому ладу життя тут у Воголя значная увага. Спортивно-оздоровленчая база установы – это футбольная, хоккейная, гандбольная, баскетбольная пляцовки, зала, рытмики и танцы, гимнастичная зала и бассейн. Что тычатся базы учебной, то ее так само можно назвать сучасной. Лаборантские по химии, физице, биологии и лингофонные кабинеты для выучения замежных мов. Кабинеты информатики, музыки и выявленча гамостатства. Комфортные для занятка умовы, створенные во всех классах – от старейших до молодших. Причим проектным решением продугледжено створение зон у залежности от взрослых школьников. Первоклассники завсюду будут учиться, особенно от тех же десятиклассников. Волнения были. Мы думали сначала в 66-ю, потому что говорили, что не достроят школу. Ну, слава Богу, достроили. И очень рады, что ребенок пошел в эту школу. Замечательные классы большие. И спальня хорошая, все отлично. Все нравится, замечательно. У меня двое детей в этом году пошли сюда. Одна в первый класс, вторая в шестой класс. Я хочу выразить огромную благодарность. Вот у меня такое волнение. Я каждый день наблюдала за этой стройкой, реально видела, как это все происходит. И каждый день с уважением, с волнением ждали, когда построится эта школа. Огромное спасибо всем, кто участвовал в этом строительстве. Всем организаторам. Это такой подарок нашему району, такой подарок нашим детям. Огромное-огромное спасибо. Реально, это просто бесценно, на самом деле. Олег Сентюров, Александр Лупиненко, Валера Ихапанько, Телерадо и компания «Гомель».